Всевышний Аллах сказал то, что вместе с Рамадан Аллах не спасал Кур'ан. Кур'ан для чего нам не спасал? Некоторые, многие из людей думают, что Кур'ан Всевышний Аллах не спасал для того, чтобы его красиво читали. Многие люди говорят, для чего Кур'ан? О, красиво читать. Человек говорит, красиво читает Кур'ан, но не понимает, что там говорится в Кур'ане. И поэтому даже, помилусь Всевышнего Аллаха, я являюсь, вхожу в реестр международных судей по международным соревнованиям, конкурсам часов Хафиза в Кур'ана. Вот в этом году мы проводили большой конкурс международный в Москве, каждый год проводим. Я был в составе жюри от России, главной жюри. У нас приезжал иман мечети пророка Мухаммада, саллаху алейсалям, с медиана, с шейхом Абдул-Мухсин, главный судья шариатский в городе Медина. Там более 24 страны участвовали в этом конкурсе, альхамдуллах. И вот многие люди думают, что Кур'ан нужно просто для того, чтобы пойти, как у нас говорится, там у татар мажлиска дорога, какой-то мажлис, где-то вот надо позвать имама, чтобы он красивый Кур'ан прочитал. Там какой-то маулиц сделать, чтобы там пришли люди, прочитали красивый Кур'ан, и думают, только вот суть Кур'ана в этом. Но Всевышний Аллах нам говорит, для чего не спасла Кур'ан. То есть сейчас, уважаемые братья и сестры, месяц Кур'ана. Для чего же она спасла Кур'ан? Всевышний сказал, Неужели что люди не размышляют над Кур'аном? Почему люди не размышляют над Кур'аном? Или на их сердцах замки, говорит Всевышний Аллах, Субхану и Та'ля. Все, что с Кур'аном связано, все благодатно, все биракатно. Всевышний Аллах, Субхану и Та'ля, описывает в Кур'ане и говорит, Поистине, Кур'ан – это неспосылание от Господа миров. То есть, опять же, Всевышний Аллах сказал, что Кур'ан – это слово Всевышнего Творца. После этого Всевышний Аллах сказал, для того, чтобы не спасать Кур'ан, Аллах избрал самого лучшего из своих ангелов. Ангела Джибраиля, алейхиссалам. То есть, у Всевышнего Аллаха очень много ангелов. Микаил, Исрафил, Джибраиля, алейхиссалам, Малик-Ималут. Телю ангела, который записывает благие деяния с правой стороны, грехи записывает, Кирамом, Катерин, грехи с левой стороны записывает. В хадисе пророка Мухаммада, саллаху, алейхиссалам, передается, где посланник Аллаха, саллаху, алейхиссалам, сказал, Когда пророк Мухаммад, саллаху, алейхиссалам, возносился в небеса, он говорит, клянусь Всевышним Создателем, в небесах, то есть, семь небес, между ними еще и пространство, еще на сегодняшний день, даже первое небо до конца не изучено учеными, но небеса полностью, они забиты ангелами, и нету в небесах места на расстоянии четырех пальцев, где бы ни находился ангел и не делал земной поклон Всевышнему Создателю. Поэтому их большое количество ангелов. Но, однако, для того, чтобы не спасать Кур'ан, Аллах избрал самого лучшего ангела, ангела, какого? Джибраил, алейхиссалам, архангел Гавраил, Джибраил, алейхиссалам. Потом Всевышний Аллах, субханаму, алейхиссалам, не спасал человеку, самому лучшему из людей, пророку, посланнику Аллаху, Мухаммаду, саллаху, алейхиссалам. Также он не спасал самый лучший орган, который есть в человеке, аля кальбик, сказал на твое сердце, не сказал аля аклик, не сказал на твой разум, или алейх, не сказал тебе, сказал на твое сердце, Мухаммад, то есть он в сердцах Кур'ан. Дальше Всевышний Аллах, субханаму, а та Аля, сказал, то, что не спасал его на самом прекрасном языке, на арабском языке, не спасал Кур'ан. То есть все, что с Кур'аном благодать. Как сказал Аллахиз ибн Абдул-салям, Клянусь Всевышним, люди ничего не смогут в этой жизни достичь и познать без Всевышнего Аллаха. Без Бога ничего невозможно получить. Даже без повеления Всевышнего листочек не упадет на землю. Капелька не капну с небес. А как люди хотят познать тогда Всевышнего Аллаха без Аллаха? То есть как хотим узнать что-то о Всевышнем, не прочитав его священную книгу, не прочитав Кур'ан. Поэтому это Кур'ан именно как руководство для мусульман, амхамдуллах, в этом программа наша, навигатор жизни для счастливой жизни, в итоге вечную райскую обитель. И Всевышний Аллах оберегал Кур'ан. Всевышний Аллах перед тем, как не спасать Кур'ан, его оберегал, Аллах не спасал Кур'ан, то есть он был в небесных скрижале, после этого Аллах не спасал Илла Сана и Дунья, полностью не спасал Кур'ан на первое небо. И уже с первого неба, аятом аятом, на протяжении 23 лет Аллах не спасал нам сердце пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому в тот момент, когда Аллах его собрал вместе, в этот момент он его оберегал. Аллах в Кур'ане говорит, Первое, что говорит, я его в небесных скрижах сохранил. Потом, когда Аллах не спасал, Аллах его не спасал, тоже Ахфиллах, тоже его оберегал. Всевышний Аллах сказал, то есть послушивали джинны и хотели украсть информацию, тут же за ним летел огненный метеорит. И когда уже Аллах не спасал его на землю, на сердце пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, То есть мы поставим в Кур'ан, и мы его будем оберегать до суда.